А вы знаете, что во всем мире самая дешевая виза, я имею ввиду стоимость визы, это армянская виза, она стоит всего 20 долларов, дешевле армянской визы не существует. Такова цена от того, что законы по визовой системе принимались еще в 90-х годах, и впрочем после этого никакой реформы не было, а цена так и осталась. Но я не об этом хотел сказать, это такое любопытное начало. В последнее время мне очень часто начали писать, особенно последние две недели, я понимаю почему, видимо в связи с обстановкой ныне в России, писать о том, как получить армянское гражданство. Да, вы уже, наверное, читали новости, знаете, что нынче в Армении очень много, все больше прибывающих из России, и армян, и не армян. Кто-то приехал туда, чтобы работать дистанционно, кто-то приехал побыть какое-то время, кто-то свой бизнес перевозит туда, ну и так далее. И возник такой вопрос, как получить армянское гражданство. Я хотел прояснить кое-что об этом, ну как бы я посмотрел, какие в основном вопросы, что людям, что людей больше интересует. Ну, во-первых, интересует, можно ли получить армянское гражданство, не будучи армянином. Можно, но для этого нужно прожить не менее трех лет в Армении, тогда уже можно что-то с этим делать. Во всяком случае, официально именно так обстоят дела. Это первый вариант, я имею в виду, если вы не армянин или не армянка. Второй вариант, если один из супругов армянин или армянка, то второму можно получить армянское гражданство, в том случае, если один из супругов уже получил армянское гражданство, потому что армянам, впрочем, без проблем выдается армянское гражданство, если один из родителей армянин или вообще армянские корни, без проблем. Нужны только для этого документы соответствующего гражданства, коим уже является человек, да, доказать, что один из родителей армянин хотя бы. И в этом случае можно беспрепятственно в течение полугода получить армянское гражданство, а ваш супруг, дети уже могут, как бы, таким прицепом получить также армянское гражданство, не будучи армянином или армянкой. В зависимости от того, о ком идет речь, мужчине или женщине. Это касаемо армянского гражданства. Да, кстати, гражданство, это не такое уж и сложное, чтобы его сделать, заполняется анкета, анкета заполняется, значит, на армянском языке. Можно это сделать и в генеральном консульстве Армении, если это консульство имеется в вашем городе, или в посольстве Армении. Вам могут там заполнить на армянском языке работники посольства или генконсульства, если вы сами не можете заполнить, без каких-либо проблем. Во всяком случае, на территории России именно так. Значит, копии документов, российского паспорта, военного билета, свидетельства о рождении. То есть это тоже необходимо предоставить. Шесть фотографий, три с половиной на четыре с половиной. И государственная пошлина в районе всего лишь 200 рублей. 200 рублей. Но это, опять же, это в России. Вот. Это что касается гражданства. Но я бы вот что рекомендовал. Многие из вас, когда подают документы на гражданство, могут даже не задумываться о том, что уже являются гражданами Армении. То есть, если даже вы писали после 90-х годов отказ от гражданства Армении, то это не значит, что вы лишились этого гражданства. Отнюдь. В 80% случаев вы являетесь гражданами Армении, но сами того не подозреваете. Поэтому, прежде чем писать заявление о гражданстве армянском, не отказываясь, допустим, от того же российского гражданства или какой-либо другой страны, где вы можете сделать двойное гражданство, вам нужно сначала удостовериться, что вы действительно не имеете армянское гражданство. Это дело случая, ну, может быть, пяти минут. Там пробьют и посмотрят, являетесь ли вы гражданином Армении. То есть, если вы уже являетесь, то речь уже идет не о получении гражданства, а о восстановлении паспорта как такового. То есть, все, что я говорю, я говорю это без каких-либо отказов от российского гражданства и получения армянского гражданства в качестве второго. То есть, основное остается у вас, естественно, российское гражданство. Через армянское гражданство вы можете пользоваться любыми другими благами, скажем так, льготами. Если вы, допустим, не хотите переезжать в Армению, да, например, какими-то банковскими вещами, ну, не буду говорить, какие там всякое может быть. Это уже ваши дела, а не мои. По поводу, вот еще меня спрашивают, очень такой вопрос, который мне не нравится, я вам сразу скажу, и не хотелось бы мне его озвучивать, но придется, потому что этот вопрос часто звучит. Будет ли молодой человек служить в армянской армии, если он уже отслужил армию на территории Российской Федерации? Если вам кто-то в ДИП-ведомстве сказал о том, что да, будете, и вам нужно будет отслужить так же и в армянской армии, ну, это как минимум говорит вам дилетант, то есть человек, который вообще не разбирается в своей работе, не верьте этому, служить вы не будете. То есть, если вы уже отслужили в Российской армии, по вашему основному гражданству российскому, то в армянской армии служить вы не будете. Но при этом, как и все остальные, вас примут на воинский учет. Это нормально. Это в каждой стране так. Вас примут на воинский учет, но службу, срочку свою, вы уже отслужили в Российской армии. Поэтому это уже никого не касается. Вы можете и в 21 год, и в 22 года, и в 23 года принимать армянское гражданство, или принимать его в качестве второго армянского гражданства. Но вы уже свое отслужили, и вас никто не имеет права уже забирать в армянскую армию. Если же вы не служили на территории Российской Федерации, или на территории других стран, где вы проживаете, но при этом вы хотите получить армянское гражданство, то здесь уже совсем другой вопрос. До 27 лет вас могут призвать и иметь полное право. Потому что вы получили гражданство армянское, почему бы вам не послужить? Да и что тут вообще плохого, я понять не могу. Ну не будешь служить своей стране, будешь служить другой стране. То есть, что касается отмазок, это уже не ко мне. Я по этим вопросам не спец ни по России, ни по Армении. Я свою отслужил, свои два года срочку, честно отслужил. Причем мне нужно было ехать на то время в Германию. Летом, когда я собирался в Германию, мне исполняется 1 июня 18 лет. И мне сказали, прежде чем получить загранпаспорт в Овере, мне сказали, что нужно вам решить вопрос сначала загранпаспортом. То есть, с военкоматом. И только потом уже загранпаспортом. Ну, я подумал, что я так и сделаю. Поеду в Германию, а вместо лета осенью меня отправят с соседним призывом в армию. Но когда я хорошо все обдумал, решил все-таки ехать в армию, а Германия успеет. И, в принципе, был прав. Чем раньше отслужил, тем раньше приехал. И это хорошо. Ну, вот, впрочем, и самые интересующие вопросы, которые, я думаю, я уже ответил на них. Это самые популярные из тех вопросов, которые вы мне задавали по армянскому гражданству. Я вообще призываю сейчас заняться этим вопросом. Сейчас все больше и больше людей переезжают в Армению, работают оттуда дистанционно, либо остаются там, работают. Сейчас очень много людей в Армении, в основном из России и Украины. Ну, в частности, из Украины. И большой поток. С одной стороны, можете пока подождать, потому что посольства и генконсульства армянские в России сейчас полны людьми. Там уже дошло до того, что или в электронную очередь все записываются. И, как бы, чтобы в этот поток не влезть, можете пока подождать, пока подуспокоится вся эта ситуация. Но, с другой стороны, мы не знаем, чего будет завтра. Мы живем на пороховой бочке. Непонятно, что будет завтра, послезавтра. И, может быть, наоборот, нужно быстрее получить второй паспорт. Паспорт гражданина Армении. В общем, думайте сами. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их оставлять под этим выпуском в комментариях. Я или какие-либо специалисты вам на них ответят. Вот, впрочем, и весь сегодняшний выпуск, с которым я хотел с вами поделиться. Ну, до новых встреч с темами.